Всем добрый вечер. Клуб Петроградец, школа боевых вуз Дмитрий Александрович и Момота. Сегодня решили показать ролик, ну, вниманию уделить, стандартным банальным удушением. Ну, чтобы ошибки, которые возможны при удушениях, чтобы не совершали люди. Вот самое классическое удушение, это когда руки запускаются на шею, ладошкой ко мне. Прежде всего, надо понять, насколько глубоко запускать. Если я не запустил руки вот здесь, то никакого удушения не будет. Это получается воздействие на плечи. То есть я должен зарядить ручки таким образом, чтобы пальчик, условно говоря, был ориентир уха. Вот так. И тоже самое с этой стороны. Вот зарядил. Локти должны быть прижаты к нему к груди. Почему? Потому что, если между нами дистанция, в эту дырку работа. Раз, локти может ведет, да, да. Ну, и любая. И просто прижать может руки сверху. Очень легко прижал, да. И захват срывается. Если же я взял нормальный захват, прижал к нему. И еще желательно голову еще включить вот таким образом. И потом кистью вот такая работа. Вот такая работа. Руки жесткие становятся. Взял. Сейчас душить не буду. Просто поискать дырки в дырке. Чтобы уйти из удержания. Я вот не душу, а просто плотно держу, не включаю кисти. То есть, чтобы партнер у меня был под контролем. Чтобы он не мог руки запихать между моих рук. Чтобы никакого воздействия на предплечье, на локте. То есть, вот я прыгнул на удушение. И сейчас начинаю душить. То есть, я просто развожу ручки. Жесткие становятся кисти. Вот натягивается ниточка. И будет удушение. Вот такое движение. Такое движение. Очень жесткие кисти. Если кисти мягкие, удушение может не получиться. Более того, можно сломать себе кисти, пальцы. Давай таки шеи сдаю, чтобы он просто прижимает ухо к плечу. И пальцы ломаются. Бывают такие шеи. Как вариант... Так, что про это удушение еще может сказать? Как забираться к этому удушению? Ну, здесь надо забираться по очереди. Если я возьму попытку с двумя руками одновременно, это все видно, все перекрывается. Тут идет борьба с захват. Идет захват. Раз, два. Открываю дырочку. В эту дырочку вылетает одна рука. Оп. Потом подтягиваю его к себе. Из-под руки идет другая рука. И прижал. Это я вышел примерно куда мне надо. Еще раз. Идет борьба с захват. Причем сначала берем захват рука, которая верхняя. Почему? Потому что рука, которая снизу пойдет, ему незаметно будет. Если я сначала возьму вот здесь, а потом сверху возьму, начну, он эту руку будет видеть. Итак, взял кимонишко, раскрыл по возможности, раскрыл и туда вот таким движением взял захватик. Сразу плотно подтягиваю к себе, не давая ему равновесие стоять. Здесь левая рука из-под руки. И не только рука, а еще и плечо идет вот туда. То есть, если пойдет просто рука, то видите, она не доходит до захвата. А я должен, пока сейчас не надо, я, грубо говоря, должен захватить вот здесь. Поэтому идет плечо, вот плечо сюда. И поэтому я забираю раз, вот она, оп, пошла и перехватил. Как только я захватил локти, вот здесь, на груди, и начинают руки становиться жесткими, разводиться кисти. Вот это вот такая стандартная зарисовка на это удушение. И сразу посмотрим на другое удушение, используя свое кимоно. Здесь я беру правой рукой не прямой хват, а обратный. Вот таким образом. Вот таким образом. Дальше заряжаю локоточек. И левая рука из-за шеи забирают мое кимоно. Таким образом. Идет движение к нему. В партре, конечно, эти вещи делаются намного надежнее. Потому что там еще присутствует обездвижение. Партнер, он плечами лежит на ковре, например. Я могу весом давить. Сейчас работают только руки. То есть вот отсюда забираю захват. И заряжаю локоть. И желательно к партнеру относиться к положению. Не сбоку, потому что видите, отсюда не получится движение. А должен локоть зарядить таким образом, чтобы вот фактически к плечу. Вот. И забираю. Дальше, что может быть. Смотрите. Ну, это немножко не очень спортивно. Но вот если партнер сильная шея, он может напрягаясь вперед. Да, шея. Шея просто вперед. Вот. Он мне руки мои прижимает. И движение может не получиться, если сильная шея. Чтобы этого не было, я делаю следующую вещь. То есть я своим лбом надавливаю ему в область носа, лица или просто лоб. Вот такая вещичка. Но опять же, здесь надо, чтобы был плотный захват. И надо, конечно, нарабатывать захват, локоть. И сразу прихватил свою руку максимально плотно. Сейчас не буду тогда давить, но скорость опять же. Взял и обязательно вот сюда завел. Если я буду таким образом брать захват, смотрите. А плечо могу не дойти. Движение как будто я по шее бью. Вот такое движение. И сразу прихватываю руку в кимоно. И руки сводятся. То есть рука должна быть параллельно к ключицам. А другая моя рука вот с этой стороны. Сзади руки почти, предплечье почти параллельно. Тогда будет удушение. Ну, тут же возникают разные варианты. Допустим, если партнер немножко развернулся, да. Я не делал, а он чуть развернулся боком. Тут тоже можно это удушение попробовать. И оно может проходить. То есть я вот хожу вот отсюда, да. Но здесь, конечно, у него появляется шанс, он может меня локтем, локт контролировать. Поэтому тут тоже может быть движение. Вот сюда. Отключаю шею. Тоже движение. То есть если он боком повернулся, да, вот чуть-чуть. Вот отсюда зашел. И то же самое. Голову отключил и додушил руками. Вариантов удушений, на самом деле, безмерное количество. Зависит от того, как партнер соотносится на меня. Какой захват, какое кимоно, какая шея, какое соотношение руки-шеи. Бывает, что огромные шеи и такие здоровые, что, конечно, такие удушения вряд ли пройдут. Вот. Ну, тогда включаются другие здоровые шеи, включаются другие... Здоровые приемы. ...техники, да. Но это из области, как обычно, залитной борьбы. Да, тут начинается работа уже, грубо говоря, пальцами. То есть, вот, здесь работаем. Здесь начинается уже работа вот такая. А потом прихватил. Это шея здоровая. Вот так вот. Чтобы приподнять его шею, раскрыть, идет давление пальчиками. Ну, это из области, как мы показывали уже. Когда человек закрывает голову, мы забираемся вот со стороны спины. Начинаем под ушами. Съезжаем вот сюда. И забираем удушение. И то же самое здесь. То же самое. Обратный захват взял, да. Вот он шею закрыл, а я шею вот отсюда вот открыл. И забрал свой кимонишко. И чтобы он не угонил голову, вот прижался височком и додушиваю. Ну, как-то так. Если будут вопросы по удушениям, обязательно ответим. Спасибо. Ше выйдет. Но нормально.